Микс Ньюс. Каждый вторник после 14 часов. В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема». Её ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук. Аналитическая программа. И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира. Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. Слушайте на Радио Болтком «Есть тема». У нас одна минута, слушай, последний вопрос. Здравствуйте. Сегодня вторник, значит, в эфире программа «Есть тема». Её ведущие Вадим Полищук и Александр Полищук. Мы не пересказываем новости, мы объясняем, какое значение они имеют в Латвии и в мире. Я хочу начать с Бурова. Я вчера ходила вечером к нему на интервью. С Мара Риги. С Мара Риги. Если вчера вечером у меня ещё не было сил тебе рассказать о нём, то сегодня я готова. Интервью меня впечатлило. Рассказывай. Ну, начнём с того, что Буров у меня пятый. Я имею в виду пятый мэр Риги за мою профессиональную журналистскую деятельность. Есть с кем сравнивать. Но, конечно же, первые налоги всё равно так или иначе с предыдущим мэром Нилом Ушаковым. Уж слишком долго сидел, 10 лет. И различия большие. Стилистические? Да всё вместе. Ну, конечно, да. Стилистические тоже. Потому что не будем забывать, что... Какие бы претензии лично у меня, где были Кушакова, я всё равно считаю, что это один из лучших пиарщиков-политиков в Латвии. То есть так, как отвечает на вопросы он, не умеет никто. То есть, с одной стороны, это всегда очень коротко и лаконично, такой пинг-понг. То есть, ему очень трудно подкинуть какой-то вопрос, на который он не ответит «да» или «нет». Но, с другой стороны, если он хочет что-то сказать, он скажет это с цифрами, фактами, объяснениями, и ты всё поймёшь. Буров не такой. Ну, то есть, конечно же, с одной стороны, можно сказать, что, наверное, это какая-то человеческая черта. Кто-то говорит лучше, кто-то говорит хуже. Кому-то нужно время, чтобы научиться говорить публично. Я не думаю, что Буров плохо разбирается в каких-то вопросах, да, потому что всё-таки он тоже очень много времени провёл в структуре рижского соуправления, пусть даже в департаменте имущества. Но, тем не менее, наверное, он в теме. Но даже потом, перечитывая готовое интервью, я поняла, что, например, там очень мало цифр, очень мало фактологий. В тот момент, когда мы дошли до вопросов хозяйства, я имею в виду парковки, освещения, очереди в детских садах, ну, в принципе, почти все ответы можно было сформулировать так. Так, ой, ну, мне бы ваши проблемы. Что у вас там, фонарей нет? Ну, так это частная земля, не ждите. Что у вас там, парковки не хватает? Это тоже частная земля, нам городу нечего там делать. Ну, примерно то же самое было с детским садом, где мне предложили поискать по округе. Я пожаловала, что у меня ребёнку скоро детский сад, у нас там очередь огромная, и явно детский сад по срокам нам не светит, да. Ну, мне там хорошо, что няню не предложили нанять, но, в принципе, остальное примерно так же. То есть, поэтому, скажем так, как рижанин я от этого разговора была не удовлетворена. Я не получила ответов ни на болевший для себя вопрос. А, да, сразу говорю, что текст интервью опубликован на портале Дельфи, поэтому не буду пересказывать, то хочет кто-то почитать. Но, конечно же, отдельная история была, наверное, про муниципальные предприятия. Мне кажется, это зацепило даже тебя. Ну, да, то есть, в принципе, он сказал в интервью, это вошло в окончательный текст, что Рижская дума не имеет никакого отношения к вопросу о сохранении льгот. Как мы знаем, какие-то льготы в общественном транспорте были отменены. Соснался на то, что теперь держателем капитала является исполнительный директор Риги, но при этом исполнительный директор Риги, оказывается, никак не может повлиять на предприятие. Он всего лишь имеет какое-то отношение к совету предприятия. И мне, как юриста, конечно, подобная логическая цепочка привела в недоумение, потому что получается, что ни политическая компонента рижской власти, ни, как сказать, неполитическая, никак не оказывают влияния на муниципальные предприятия, если верить мэру Бурову. Абсолютно. Кто за все политические ответы, им тоже непонятно, из кого спрашивать. И даже когда я там допытывался уже в конце, что ну хорошо, вы можете гарантировать, что у предприятия нет долгов, что оно ни на грани банкротства? Мне предложили посмотреть какие-то там официальную статистику, которую предприятия подают. Как ты помнишь, даже при Ушакове мы тоже все считали, что с Рига, ну как считали, да, официально считалось, что с Рига с Атексом, что с Рига с Наму парвалник, все хорошо. И потом, как гром среди ясного неба, выяснилось, что у них тут денег не хватает, это они себе больше позволить не могут. Поэтому как-то не то, чтобы я не верила в официальную бухгалтерию всех этих предприятий, но просто отослать журналиста посмотреть цифры, которые задаются согласно коммерческому закону, мне кажется, это тоже не совсем ответ. Ну, а тебе не кажется, что просто мэр Буров, он человек очень искренний, и когда он говорит, или когда дает понять, что какие-то вопросы ему сильно не очень интересны, то он просто реалистично смотрит свое будущее. Он останется мэром еще два месяца. Он временщик, да. И никакие вопросы, которые ты пыталась ему задавать, он решить уже не успевает. В данном случае он должен решить какие-то политические задачи. Безусловно, зарплату из денег рижских многоплательщиков он получает, и более того, как мы знаем, он собирается баллотироваться на следующих выборах, не знаю, досрочно они будут или очные, или срочные, ой, досрочные или очередные, да, это мы не знаем. Но, в общем, так или иначе, он видит себя одним из кандидатов, и поэтому мог бы хоть немножко постараться. Ну, хорошо, но что-то тебе все-таки, может быть, понравилось в его ответах? Нет, я не могу сказать, что он мне не хамил, ничего такого, да. Я не выведу по сути. По сути, ты знаешь, нет. Ну, то есть, нет, мне, скажем так, вот то, что мне было важно услышать... У тебя просто обычно тот, кто интервьюирует, не имеет права высказывать свою позицию, пока в рамках интервью. У тебя сейчас есть счастливая возможность, так сказать, постфактум что-то сказать. Я, видимо, плохой интервьюирую, у меня всегда в глазах читается все равно моя позиция. Даже если я не пишу ее, меж вопросов можно понять, что я об этом думаю. Нет, мне было важно, наверное, то, что он сказал про бюджет Риги. Скажем так, я об этом догадывалась, и он подтвердил мои опасения, что действительно, во-первых, вероятность того, что бюджет будет при всей вот этой фантасмагории политической, что там происходит, об этом поговорим чуть позже, да, в самой Рижской думе. То есть, вероятность, что они примут бюджет Риги в ближайшие недели и дни, она очень мала. А этот бюджет действительно нужен, потому что там заложены конкретные средства на конкретные нужды. Там, неважно, повышение, на мой взгляд, постыдных зарплат воспитателям детских садов. У меня есть знакомые воспитатели детских садов, действительно, огромная нагрузка за смешные деньги. Повышение зарплаты работникам социальных пансионатов. Опять же, там, те же самые компенсации, компенсация средств финансирования на бесплатный обед для младших школьников. То есть, там есть очень важные позиции. И если вся эта коалиция, оппозиция, да, исключительно ради своих меркантильных политических интересов откажется принять этот документ, я не знаю, насколько он качественный, может быть, можно было сделать лучше, да, потому что, например, мэр мне честно сказал, что там дополнительных денег на улучшение уличного освещения там нет. Там мне это, вот как рижанину, мне это не нравится, мне надоело с фонарем по им анти ходить. Но, тем не менее, окей, вот этих позиций там нет, но, с другой стороны, там есть какие-то очень важные вещи. И если, конечно же, этот бюджет застрянет еще на полгода, а вероятность такая есть, потому что, если этот кризис разразится, то бюджет примут очень нескоро и непонятно даже кто. Следующая дума или временная администрация, которая придет, ну, то есть, там очень много сценариев. Я правильно понял, что тебе вчера удалось на интервью побывать, прямо так сказать, непосредственным свидетелем развития политического кризиса? Да, да, как все происходит, потому что как раз наше интервью было вечером, поэтому мы начинали, только имея информацию, что депутат согласия Лочмолеса отозвал свою подпись из-под заявки на заседание по отставке Бурова, которая была, да, и все только, можно сказать, гадали в кулуарах, сколько же стоит эта услуга, что же повлияло так на Лочмолеса, да, что он неожиданно решил это сделать. И вот еще есть одна такая дополнительная интрига, что, ну, это известный факт, что Лочмолес, отец, в принципе, известного такого политика согласия Регины Лочмолы, да, и тут, опять же, вопрос, этот раскол внутри рижской фракции, нужно ли его переносить на какие-то настроения в Сейме или нет вообще, что это, предательство, глупость или там, не знаю, может быть, кого... Или прозрел. Или прозрел, да, наоборот. Вот, то есть, вариантов было много, и все так это обсуждалось весело и забавно, да, а в конце интервью, значит, стало понятно, что согласия опять будут забирать подписи, и поскольку они, видимо, надеются также на поддержку независимых депутатов, и вот тут как раз-таки буквально вчера же было принято решение в комитете Росликова, который вот как раз от независимых депутатов четверки, он там в комитете по развитию города, и тут неожиданно ему поперло, и коллеги его по комитету поддержали, его вот предложение, которое он очень пиарит, поставить фонари, там, на какого-то кусок фонаря, все-таки, видимо, где-то будут их ставить, да, то есть там какая-то маленькая улочка, где вот будет поставлено какое-то количество новых фонарей, и вот просто поскольку Росликов об этом, я же подписана всех в соцсетях, да, то есть Росликов об этом уже несколько недель пишет в соцсетях, видимо, это будет одно из его новых предвыборных обещаний. В общем, вот вчера коллеги из Согласия неожиданно ему помогли достигнуть цели, ну, по крайней мере, на этом этапе, да, то есть непонятно, дойдет это все, да, бюджет или нет, но тем не менее сейчас. То есть к чему веду, что, да, настроение очень меняли вчера время интервью, начиная от того, что вроде как угроза отставки видовала до того, что через две недели, видимо, опять придется вызывать заседание. В принципе, поскольку мы уже тут плавненько переходим к политике, вообще все, что сейчас происходит вокруг Рижской думы, напоминает такое сознательное затягивание сроков, причем затягивают все, то есть Буров, который там каким-то образом ему удается избежать этой отставки, значит, по крайней мере, две недели еще он будет точно работать, да, оппозиция, которая тоже явно ходит присматриваться, как мы знаем, на уровне парламента, то есть сейчас на месяц просто отложили законопроект о распуске Рижской думы, ждут результатов сбора подписей за поправки об удлинении срока работы Рижской думы. То есть такое ощущение, что нет никакого готового сценария, нет никакого единого режиссера или дирижера, то есть кто бы хоть как-то менеджировал эти все процессы. Но шампанское по поводу того, что люди согласия больше не управляют Ригой, уже было распито. Да, это конечно. Это стая товарищей, да, то есть нет больших врагов, чем бывшие партнеры. И это, конечно, чувствовалось, и даже сам Буров не скрывал в интервью, что вот он после четверга ни с кем, ни с Ушаком, ни с Рубановичем не созванивался, ни переписывался, да, и никаких контактов нет, но при этом он почему-то надеется на их голоса при принятии бюджета. В целом, говорю, вот опять же, не поленилось заглянуть и в закон, закон о самоправлении, то есть что же будет, если все-таки Бурова снимут через эти две недели, потому что вроде как все к этому идет, то будет следующее, то есть тогда как бы официальным руководителем города становится исполнительный директор Риги, это, напомним, соратник Бурова, Юрий Срадзевич, да, суппортиц, тот самый, который сейчас контролирует все капиталы муниципальных предприятий, но ни за что не отвечает, как ты помнишь, из интервью. Вот, и до двух месяцев он может быть, но потом тогда получается, что по закону либо министр регионального развития должен инициировать распуск Рижской Думы, то есть получается второй раз, у Юрия Сапуца будет второй повод распустить, то есть не только мусор, но и отсутствие мэра, это вот уже действительно совершенно конкретно. Возможно, кстати, я поэтому не исключаю совершенно, что Сэм действительно будет медлить с уже подготовленным законопроектом о распуске Думы, потому что если сейчас им еще не хватает, юридическая аргументация, о чем указывали юристы госканцелярии, юристы парламента и Латвийского Союза самоуправления, то, в принципе, буквально через пару месяцев уже будет железобетонная юридическо-нормативная база, там комар нос не поточит. Очевидно, что правящие партии на национальном уровне, они уже готовятся к выборам, создают условия для себя, но, извините, причина, это, по крайней мере, благоприятное. Это мое любимое место. Да, вчера, значит, национальное объединение вылезло с идеей, что нужно запретить предвыборную агитацию на всех языках, видимо, кроме государственного. Да, то есть формально это звучит вроде бы красиво, особенно для националистов и даже соответствует ядру конституции, но хотя по факту, конечно, речь идет просто о дискриминации вполне конкретно группы латвистских граждан, то есть те, которые голосуют за неправильные партии. Абсолютно, причем, опять же, уже интересно вспомнили, потому что, на самом деле, на муниципальных-то выборах голосуют не только граждане Латвии, но и граждане других стран ЕС. И, получается, они, предположим, что, наверное, каким-то гражданам Литвы или Эстонии, живущим здесь, наверное, проще было бы писать информацию на русском. Даже ваша избирательная комиссия сообщает хоть какую-то базовую информацию для них на английском языке. А получается, что получить какую-то информацию о сути избирательных программ будет невозможно. И, как ты помнишь, мы с тобой в Испании были, когда этим летом так раз там были выборы, и я с большим интересом читал предвыборные программы основных испанских партий в том регионе, где мы с тобой были на английском языке. Да, да, да. То есть, если бы я там зарегистрировался в качестве местного жителя, то я смог бы даже поучаствовать в выборах. Ну, слушай, а в Бельгии, в Брюсселе, где мы жили, те же самые муниципальные выборы, там просто большие очень общины национальных меньшинств. Ну, если уж честно, то в Бельгии все-таки нам синформировали по-французски. Мне кажется, что я видела, по крайней мере, там турецкая община, она общалась со своими, и на своих языках, просто мы там не так ходили. Ну, да, то есть, вичерит, конечно, о так называемых экспатах, отношения к которым обычно всегда более лояльны, или о меньшинствах, или о мигрантах, которые из стран третьего мира, и отношения к которым обычно, ну, не такое лояльное. Но, тем не менее, ты же знаешь, что в странах Европейского Союза есть подобные нормы. Например, в Болгарии запрещено на встречах с избирателем использовать какой-либо язык, кроме болгарского, что, с учетом того, что в Болгарии огромная, действительно огромная турецкая община, ставит крайне невыгодное положение местную турецкую партию. Вот. В Турции аналогичные нормы были осуждены в Страсбургском суду. Ну, то есть, с одной стороны, вроде как международное сообщество довольно скептически оценивает подобные нормы, с другой стороны, по факту, они существуют даже в ЕС. То есть, ты думаешь, если националы добьются... А я уже ничему не удивляюсь, потому что правящая коалиция, которая якобы состоит из европейских партий, еще тем более либеральная, как-то в последнее время слишком часто под Даки внестанут. То есть, если эта норма пройдет, то нам нет смысла ждать, что Брюссель осудят. После решения по школам я уже ничему не удивлюсь, потому что, так же, как в свое время в Эстонии мы это выяснили, так и в Латвии теперь, ссылками на преамбулу можно оправдать абсолютно что угодно. Была бы политическая воля. К сожалению, судей, видимо, как члена общества во многом проникся с некоторыми идеями, которые характерны для такого классического европейского национализма. Хотя, с другой стороны, поскольку все-таки речь идет также и о правах, будут задеты, права граждан Европейского Союза, проживающих в Латвии, я все-таки надеюсь, что Брюссель вмешается и все-таки объяснит, что если мы уже гарантируем в рамках свободы передвижения рабочей силы участие в местных политических процессах для граждан Европейского Союза, то все-таки, если они участвуют в этих дилематических процессах, то все-таки мы должны общаться с ними на понятном им языке. Но они внесут правку, что окей, на языках ЕС государственных, но русского там нет. Тогда я сразу, у меня есть сразу предложение для согласия для Русского Союза в Латвии. Активнее. Надо будет заниматься пропагандой, особенно уличной, на болгарском языке. Хорошо, язык и понятие. Ну и еще, кстати, одна интересная законодательная инициатива сейчас очень спешно проходит через различные кабинеты и, видимо, тоже спешат к выборам. Это новый закон о рижском самоправлении. То есть у нас в Латвии есть закон о самоуправлениях, но поскольку Рига всегда выделялась как особый город с особыми потребностями, там самая большая экономика и прочее, конечно, и главное, что сюда стекаются и рабочие силы, и просто люди из других регионов, которые, может быть, здесь пользуются инфраструктурой, учатся, получают какие-то медуслуги, но при этом, например, налоги платят в своих самоправлениях. И вот, значит, якобы в умах правительственной коалиции, правящей коалиции возникла идея, что нужно эту проблему решить и, соответственно, разработать специальный законопроект, который, видимо, будет увеличить и оговаривать более четко функции разделения и там разделения обязанностей самоправления и в том числе, наверное, будет предусматривать какое-то дополнительное финансирование для Лиги госдотации. Здесь, конечно, очень смешно, потому что очень хорошо помню, как еще, наверное, сейчас не соврать, три-четыре года назад очень активно эту тему поднимал Ушаков, будучи мэром Риги, и тогда, в принципе, и появилась эта самарижская карта, которая якобы должна обладать дополнительной привилегией именно рижанам, зарегистрированным в Риге, которые здесь платят налоги, ну, а все остальные тогда платить по какой-то повышенной цене. Вот. И фактически сейчас Ушакова уже нет, да, и поскольку возникла реальная, реальная для одних угроз, для других шанс, что власть, золотые партии могут перехватить власть, то, значит, видимо, неожиданно подоспел и правильный законопроект, который поможет этой властью более приятно пользоваться, чем, допустим, это было при временах Ушакова, когда Рига фактически там оплачивала и услуги многих других. Не все плохо, все, что происходит, потому что, может быть, хотя бы таким образом Рижане что-то поимеют в связи с этой ситуацией. Ну да, но с другой стороны, это так лицемерно, я понимаю, что в политике все лицемерно, но реально обидно. Ну слушай, но политика это наука захвата и удержания власти, поэтому, ну что ты хочешь? Ну может. Ты хочешь соблюдения приличий, но, видимо, политическая культура Латвии, ну, наверное, еще только находится в саде формирования. Ну, поживем, увидим. Ну ты говоришь, это не потому, что я там конкретно симпатизирую согласие или собираюсь за них голосовать, просто это как-то очень противно, да, то есть, то ли вы держите всех за лохов, ну, то есть, мне кажется, ну хотя бы играли бы тоньше, да, а здесь совершенно безумная ситуация. Ну, кстати, интересно еще пошел, опять же, я как сборщик сплетен слухов, в кулуарах слух, что уже вроде как, может быть, латышские партии не очень хотят сразу выбирать следующую думу на 5 лет, потому что просто у них реально нету этих предвыборных списков, нет людей, кого ставить, ну что там, новое единство Кирсиса будет ставить кандидата на мэр, на постмэра, договориться о том, что они тут вместе или по отдельности тоже не удается, то есть, там, видимо, не сходится по условиям, то есть, банальная причина, ребята оказались не готовы, да, то схватить тот куш, который есть, поэтому, опять же, нельзя до сих пор скучать тот сценарий, что будет просто временно, администрация, то есть, как сейчас, согласно действующей редакции закона, да, что если дума распускается, от очередных выборов остается 15 месяцев или менее, то просто самоуправлением руководит временная администрация, в принципе, этот сценарий до сих пор нельзя полностью скидывать, вполне возможно, что будет и так, ну, наверное, для действующих политиков это, конечно же, печальнее и хуже, потому что на то, на и временная администрация, чтобы быть хладносердечной, да, и, я думаю, что для рижан хладнокровной, так, хладнокровной, поэтому думаю, что рижанам тоже вряд ли нужно ждать чего-то хорошего, особенно от этой временной администрации, но поскольку внеочередные выборы считать по нации тоже нельзя, то тоже как Бог решит, так пусть и будет. Ну, с другой стороны, нет хода без добра, петки, может быть, действительно, временная администрация наведет в чем-то порядок, прольет сед на какие-то важные вопросы, и, ну, наверное, это будет также урок на будущее муниципалитетам, которые, может быть, не слишком хорошо выполняют свои обязанности. Я не говорю, что там что-то они найдут, я не знаю, но предполагаю, что возможность такого сценария, оно как бы окажет мощное дисциплинирующее воздействие. В принципе, да, нет, когда мне Буров, Антон, говорит, что он ни за что не отвечает, ни за чем не следит, и вообще там все должен решать совет муниципального предприятия, я думаю, уж пусть он живет при администрации. Ну, конечно, то есть мэр Буров не понимает, что он как мэр отвечает за все, даже за то, за что... Это меня вот это потрясло, думаю, ну, то есть, ты мэр, ты политик, ты мне должен был вообще говорить, что ты по ночам не спишь, только и думаешь о том, как бы найти место для моего ребенка в детском саду, и что у него там в Риге Сатекс. Ну, в общем, как-то неплохо сыграть. Видимо, надо все-таки отправить, скажем, британцам на курсы повышения квалификации наших латвийских политиков. Ну, хотя бы, да, научите говорить. Давай еще, вот раз мы британцев упомяну, давай еще Европу затронем, тоже писал на этой неделе байку и статью, и как-то она меня взволновала, и судя по огромному количество комментариев на портале Дельфи взволновало и других, новость имела заголовок, что Брюссель достла отведенек на ликвидацию грязной промышленности. Опять речь идет о той самой злополучной зеленой сделке, инвестиционный план, который подготовила Еврокомиссия, чтобы сделать всю экономику Евросоюза углеводородно-нейтральной, вот, и, соответственно, трансформировать ее под некие зеленые стандарты, ну, говоря по-простому, фактически прикрыть все те отрасли, которые создают большие объемы выброса СО2 и максимально развивать все то, что не создает. Вот, и, значит, ну, план как бы раскрывают потихоньку по одному шагу, вот, на прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что, значит, будет новый финансовый инструмент для данных реформ, будет называться он фонд справедливого перехода с общим бюджетом 7,5 миллиардов евро, его цель будет как раз помочь тем странам, тем странам или тем отраслям, которые больше всего пострадают от этого перехода на зеленый стандарт, ну, в первую очередь, то есть это промышленность и производство. И разные страны получат по-разному, то есть больше всего денег получат Германия и Польша, где традиционно... больше все это не забаллотируют. Ну, да, конечно же, но поляки хитрые, они торгуются как могут, так что деньги... Это гордо народ... Я думаю, что деньги возьмут, а потом уже разберемся, да, но деньги, наверное, возьмут им в 2 миллиарда евро. Но если они на высшем политическом уровне стоят под сомнение, тут вот эти планы, о том, что достигнуть этой углеродной нейтральности, то я думаю, что здесь надо еще все-таки подождать, как будут развиваться события. Не знаю, 2 миллиарда евро на дороге не валяются, но их вместе я взяла. Германия обещает 777 миллионов, Румыния 757, Чехия 581, Литве 97, Эстония, кстати, довольно много, 125 миллионов евро, ты мне скажешь, почему потом, а Латвия 68 миллионов евро, и, в принципе, практически все они пойдут на то, чтобы поддержать торфяную отрасль Латвии, которая, к сожалению, по этому плану... Ты не оговорилась, ты сказала поддержать. Ну, вот я оговорилась, наверное, не могу, что сказать, ликвидировать, ну, то есть, скажем так, поддержать, наверное, работе... Поддержать переход. Да, переход от бытия в небытие. Ну, то есть, потому что там действительно занято достаточно, ну, по латвийским меркам, немало людей, как минимум свыше двух тысяч человек, и вообще болото-то в Латвии занимают 10% от всей территории, и когда я, конечно, это прочитала, полезла вообще смотреть, что у нас там в торфяной отрасли в экономическом плане. И, знаешь, казалось, что это, на самом деле, очень успешно, достаточно успешно в экспортном отношении отрасли, и более того, они хорошо платят налоги, то есть, в 2018 году они на победе налогов заплатили бюджет страны 18 миллионов евро. Ну, то есть, давай сейчас сопоставим, нам дадут 68 миллионов евро на то, чтобы эту отрасль уничтожить, при том, что она как минимум 18 миллионов евро просто чистыми заносит в бюджет, причем, понятно, что, на самом деле, как сказать, доходность этой отрасли выше, потому что там еще есть работники, которые получают зарплаты, которые что-нибудь тратят, покупают, содержат свои семьи и так далее, и так далее. Печально. Сразу, с одной стороны, вспоминается сахарная отрасль, которую мы также потеряли, с другой стороны, конечно же, я всеми фибрами души за зеленую экономику и то, что нужно что-то делать с этим климатом, но неужели именно так? Вот нам сейчас оператор показывает, что нам нужно уйти на рекламу, давай все-таки мы после рекламы немножко вернемся и поговорим, как это будет в Эстонии. Добрый день еще раз, в эфире программа «Есть тема» в студии Вадима Балищук и Александра Балищук, и мы перед рекламой обсуждали инвестиционный план Еврокомиссии «Зеленая сделка» и о том, как он повлияет на латвийскую экономику, совсем-то, еще точнее, на латвийскую торфяную отрасль, которая, к сожалению, ну, наверное, предстает большие болезненные перемены. Давай Эстонии коснемся. Вам как-то много денег дают. Что у вас будут убивать, раз вам так много денег обещано, 125 миллионов на минуточку? Ну, у нас, на самом деле, ситуация много печальнее, с учетом новых приоритетов зеленых, поскольку основой нашей энергетики, в отличие от Латвии, является очень грязная сланцевая промышленность. То есть, хотя, ну, Эстония, это где-то полпроцента населения Европейского Союза, тем не менее, мы даем, ну, по разным оценкам, чуть менее процента всего загрязнения. Нет, представляешь, насколько они попространальны. Именно потому, что мы сжигаем сланец, это наш, по сути, единственный природный ресурс, которого у нас много, и, к сожалению, с учетом вот этих новых стандартов, мы должны будем постихонечку эту отрасль закрывать. И это большая социальная, в том числе, проблема, потому что непосредственно в этой отрасли по разным подсчетам, как считать, занято 5-8 тысяч человек, а если брать людей, которые косвенно связаны, то это уже будет еще больше. И, скажем, вот в приграничном с Россией уезде и до Вирума это где-то в 10% населения. То есть, это очень серьезно. С одной стороны, с другой стороны, я как сказал, это основа нашей энергетики. То есть, если мы будем потихонечку сворачивать нашу станцию промышленности, то мы становимся из страны, которая продает электроэнергию, как сейчас, страной, которая любит электроэнергию покупать. А у нас энергодефицит в Палтийском регионе. И, конечно, есть разные планы о том, как это будет проходить переход. И, чтобы хоть как-то спасти сланцевую промышленность, мы теперь переходим от сжигания сланцев к производству сланцевого масла. Чудом, несколько лет назад было предотвращено запрет на производство сланцевого масла. Были такие планы в Европейском Союзе. Но, тем не менее, мы понимаем, что период нашей энергетической независимости подходит к концу. Чем дальше, тем больше мы будем зависеть от поставок электроэнергии прежде всего из-за рубежа. Знаешь, мне кажется, в чем глобальное отличие сейчас ситуации с Латвией и Эстонией. Ты вот за это мне говоришь, но, в принципе, наверное, сколько лет, последние лет 5 я довольно усиленно слежу за эстонскими СМИ. И вот эта тема сланца, она там все время регулярно появляется. Я не вижу в латвийских СМИ последние годы тему торфа. То есть я к чему веду? Несопоставимые масштабы. Тем не менее, вы готовились? Я знаю, что у вас есть какие-то планы по переквалификации этих работников. Сланцевый сектор это 4-5% ВВП. И до Вирума это не просто некий уезд, это уезд на границе с Россией, с преимущественно русским населением. То есть это еще и вопрос безопасности. Поэтому, конечно, власти не могли его игнорировать. А там что, вливание денег или этим людям предложат переселиться куда-то? В принципе, вливание денег идет постоянно. То есть там идут как бы поэтапные сокращения. Некоторые сокращения связаны с тем, что выработался допустимый ресурс некоторых энергоблоков на электростанциях эстонских, которые находятся как раз тоже на границе с Россией. Так нельзя говорить, что слава Богу, но тем не менее, слава Богу, что очень много людей, которые заняты в отрасли, они на пенсионного возраста. То есть просто очень скоро их можно будет уже отправить на пенсию. И их проблемы, как бы их минимально социальной защищенности будет тем самым решена. Но тем не менее, все равно социальная цена вот этих перемен будет очень высока. И поэтому, конечно, помощь Европейского Союза будет приниматься с благодарностью. Ну, видишь, я не знаю, как будут решать проблему трансформации изменений в торфяной тресле в Латвии, пока никаких планов правительства так не нашла четких. Но надо опять же отметить, что Евросоюз не обещает просто так выдавать деньги из этого самого фонда справедливого перехода. То есть странам нужно представить будет какой-то национальный план. Более того, как всегда, нужны будут какие-то национальные инвестиции тоже. Но, в общем-то, я думаю, это будет вызов для правительства Каринша, что они там придумают, потому что страна маленькая, экономика маленькая. Пусть да, это может быть не такая стратегически важная отрасль, но, тем не менее, одна из. И мне кажется, здесь просто будет как никогда важен психологический фактор. То есть сможет ли правительство показать, что оно как-то борется за свою экономику. Даже если по новым зеленым правилам игры мы должны что-то менять, что-то закрывать, то можем ли бы создать что-то взамен, например, новое. Здесь, конечно, очень интересно сравнивать то, что мы, которые уже подчиняемся различным зеленым требованиям, в том числе дополнительным налоговой нагрузке или как бы косвенные налоги платьем. А тут мы проигрываем, допустим, Эстония проигрывает в сфере энергетики России. Российская электроэнергия очень дешевая. Но есть планы даже ввести акциз на нее именно под этим предлогом, что у нас как бы есть зеленая как бы составляющая компонента в цене, а в России нет. Но, тем не менее, вот это, кстати, тоже проблема более глобального уровня, что если Европейский Союз будет своим строгим статусом следовать, а соседи не будут, пусть даже на словах они за борьбу против изменения климата, то это будет большой вызов для европейской экономики, для ее конкурентной способности. И как эта проблема будет решаться Брюсселем, ну, посмотрим. Это как раз в ближайшие годы выяснится. Ну, вот раз ты в СУИ упомянул Россию, давай теперь не в СУИ. Моя любимая тема Путина конституционная реформа. Насколько я, кстати, помню, там один из пунктов был как раз о том, что по новым, если конституционная реформа реализуется так, как ее представил Владимир Владимирович, то Россия сможет даже просто не соблюдать какие-то международные договоры, если просто этого захочет. Там хитрее. То есть, то, что предложено в поправках, которые были так раз вчера, наконец переданная в Государственную Думу, мы смогли их прочитать. Мы, я имею в виду особо интересующиеся. Вот. То та статья, которая говорит о приоритете международного права, ее не трогают. Кстати, ее довольно сложно изменить. Там есть сложная процедура, потому что она находится в той главе Конституции, которую не так легко менять. А речь идет именно о выполнении решений международных органов, вот те решения международных органов, которые будут противоречить Конституции, то есть, они подлежат выполнению. В принципе, это уже сейчас в России есть, то есть, есть решение Конституционного суда по некоторым вопросам, которые касались некоторых решений Европейского суда по правам человека. Вот. Но, несмотря на то, что, конечно, в России у многих это вызывает возмущение, я хочу сказать, что вполне банальная для очень многих даже западноевропейских стран практика, когда то, что противоречит Конституции, какие-то решения не выполняются. Более того, даже сам Европейский союз в интересах, скажем, защиты прав человека оставил без, не поддержав выполнение даже резолюции Совета Безопасности ООН, который касался введения санкций против одного товарища, поскольку посчитал, что данное введение санкций нарушало его права человека. То есть, в принципе, довольно умные юристы сидят в Кремле, которые пытаются представить эти поправки таким образом, чтобы они как бы выглядели частью международного тренда. Другой вопрос, что международный тренд не всегда положительный, но с точки зрения пока меры правозащитников, это да. Слушай, хорошо, а норма о том, что кандидат в президенты не может иметь гражданство второго, вида на жительство и прочее, причем не только сейчас, но и в прошлой своей жизни, она какому международному тренду отвечает? По-моему, это... В принципе, она не отвечает... То есть, сама по себе запрет на двойное гражданство для высших должностных лиц не является какой-то экстраординарной практикой. А российское законодательство, правда, признает право на двойное гражданство, но всячески ограничивает уже сейчас людей, у которых оно есть. Но, то есть, есть определенные неудобства, которые ты должен испытывать, если ты хочешь сохранить двойное гражданство, проживая в России. Или есть запрет уже на занимании каких-то должностей. Теперь это касается высших должностей, это хотят закрепить в Конституции. Но, мне кажется, намного интереснее именно то, что, как написано в поправке, как было сказано в послании Федеральному Собранию Российской Федерации, что запрет коснется также людей, у которых когда-либо было другое гражданство, или, что много интересного, вид на жительство. Вид на жительство, как я помню, требуется вообще получать, если ты просто поехал куда-то поучиться или поработать. То, что ты сразу предатель. Да, то есть, в принципе, если ты живешь, скажем, по сути, обычно даже больше месяца, кто-то предлагает, что ты должен получить какой-то вид на жительство. И, как известно, по-моему, банкир Моргану приписывает фразу, что у человека есть два объяснения для любых поступков. Один, который звучит красиво, другой подлинный. Я думаю, это классический такой случай. То есть, здесь много говорится о суверенитете, укреплении суверенитета и всяких других красивых вещах, но на самом деле при помощи этой нормы будут препятствовать выставлению кандидатур на высший пост в Российской Федерации вполне конкретных лиц. Кто? Навальный? Ну, наверное, Навальный, поскольку у него был вид на жительство в США, когда он там учился. И, наверное, господин Ходорковский, которого тоже был вид на жительство. Потому что, если бы они ограничивались гражданцами, я бы, наверное, не подозревал об этом двойного дна. Ну, или так, сказал бы, ну, может быть, а может быть нет. Но здесь, когда речь идет о виде на жительство, мне кажется, тут вполне конкретно имеют в виду представители непримиримой оппозиции. С другой стороны, наличие когда-либо гражданство, это вообще такой довольно смешной момент, потому что, если бы жена Путина, ну, случилось бы так бы, случайно бы, не специально, родила бы в самолете, который пролетал бы на территории Соединенных Штатов Америки, ее дочь была бы гражданкой США по рождению. И была бы, согласно этим будущим поправкам, поражена в правах. То есть, ну, зачем устанавливать такие строгие требования, я не знаю. Они, к тому же, не учитывают сложности законодательства по вопросам гражданства и тому, можно решить в Москве. То есть, Москва может как угодно решать вопросы гражданства, но и любая другая страна может решать как угодно вопросы гражданства. И, в том числе, считать своими гражданами тех людей, которые сами себя, допустим, гражданами иностранного государства не считают. Например, жители Псковской области многие являются с точки зрения эстонских властей гражданами истой. Ну, кстати, СМИ сегодня написали, что США рассматривают возможность запретить выдавать визы беременным женщинам, чтобы как раз не вот так вот, случайно пролетая в самолете, никого бы не рожали. Я думаю, это забота о будущих кандидатах на пост президента России. Еще совсем недавно, подобные вещи происходили и в Европейском Союзе. Например, любая женщина, которая рожала где угодно на территории острова Ирландия, получали ирландское гражданство. И поэтому многие люди, допустим, приезжали в Северную Ирландию, будучи уже на сносях, и рожали, получали гражданство Европейского Союза тем самым. Это было сделано потому, что Ирландия, республика Ирландия претендовала на всю территорию острова и тем самым как бы воспроизводила своих граждан даже на тех территориях, которые формально принадлежат Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Сейчас требования несколько усложнили, то есть есть какой-то цен соседлости, но тем не менее это только показывает, пусть это даже отмененная практика, что законодательства гражданства могут быть самые необычные и не все можно предугадать. И вносить такой строгий запрет сразу в текст Конституции это мина замедленного действия, потому что представляешь, будут какие-нибудь выборы в будущем когда-нибудь, а потом выясняют, что у человека был двойной граждан. Все, он нелегитимный президент. Перевыборы. Ну, кстати, тем рождаемости затронута и Путин, я так понимаю, что теперь россиянам будет обещан огромный материнский капитал уже за первого ребенка, и вот у меня, честно, я тебе скажу, смешанные чувства. То есть, с одной стороны, мне приятно, что где-то поддерживают материнство, и это не те суммы, которые выплачиваются у нас символически в Латвии, а с другой стороны, я думаю, не будет, во-первых, а, ощущение, что не покупает ли он народ, проталкивая параллельно какие-то непопулярные конституционные реформы, ну, вот тут вот еще деньжат подброшу, поэтому все согласятся. И второе, не будет вообще каких-то злоупотреблений по этому вопросу. То есть, не станет ли ребенок тем способом, как семья, может не очень благополучная, может решить свои финансовые трудности, просто вот родили и сразу получили сумму на полквартиры? Ну, я, если позволю, вернусь на полшага назад и скажу, что я не думаю, что те реформы государственного управления, которые предложены были Путиным, будут непопулярны или встречные. Ой, ты просто оппозиционные СМИ не читаешь. Оппозиционные СМИ... Вот в Медузе написано, что все против. Да, оппозиционные СМИ, конечно, против. Это понятно, потому что, в принципе, мы, хотя Путин явно в рамках своего обращения дал понять, что он не собирается оставаться президентом России после окончания срока его полномочий, тем не менее, понятно, что он предпринимает определенные усилия для того, чтобы переформатировать политическую систему, и явно он ищет для себя в ней какое-то место. Какое-то место пока непонятно. До сих пор загадочным остается роль Государственного Совета, новая роль, потому что, хотя сейчас это просто консультативный орган, где участвуют высшие должностные лица, он будет... и поправки предусматривают, что он будет упомянут в Конституции, тем не менее, его функции и полномочия будут прописаны в федеральном законе, который, как ты знаешь, партия «Единая Россия» прекрасно контролирует Думу и примет тот закон, который, ну, наверное, всячески будет приветствоваться Кремлем. Вот. С одной стороны. С другой стороны, если мы все-таки возвращаемся к вопросу о вот этих вот материнских пособиях, о новых пособиях для детей, то здесь, конечно, есть как бы два аспекта этой проблемы. С одной стороны, конечно, да, в России действительно есть демографическая проблема, и после того, как вот несколько лет подряд все-таки население России не уменьшалось, сейчас другой тренд. То есть, видимо, те меры, которые, стимулирование рождаемости, которые были приняты несколько лет назад, в том числе, и когда было принято решение о материнском капитале, они перестали действовать или перестали быть настолько эффективными, и все требуются новые. И, в принципе, любая крупная страна сейчас в Европе, да и не только в Европе, она борется за население, потому что не может быть великой державности без большого населения, это исключено. А поскольку мы видим, что происходит в азиатских странах, особенно, как там растет население, то, в принципе, на их фоне Россия, уж не говоря, как у них Германия или Франция, выглядит как довольно скромные, небольшие государства. Вот. То есть, единственный вопрос, который я себе задаю в этом контексте, это мы можем ли мы при помощи мер стимулирования рождаемости, даже таких вот затратных для бюджета, действительно переломить тренд снижения населения без привлечения миграции. Это вообще, на самом деле, вопрос спорный, потому что, в принципе, Россия, это страна, которая пришла в демографический переход, где, в принципе, уже этот тренд изменился, и, в принципе, все-таки население естественным путем будет уменьшаться. И можно ли этот тренд повернуть вспять в долгосрочную перспективу, это интересный вопрос. И, то есть, я знаю одну страну, где этот тренд был повернут вспять. Это Эстония, кстати, моя родная, потому что там это все случилось намного раньше, по сути, демографический переход начался уже в 19 веке во многих протестантских странах. Но вспять ситуация была повернута именно в советское время. И, тем не менее, когда советская власть кончилась, была установлена независимость, то как бы очень быстро все вернулось на круги свои. Ну ладно, даже рождение советского очень высокой. Да, рождение упало. То есть, в принципе, мы знаем из истории, что как бы временными какие-то меры, причем речь идет не только о том, что русских завозили, как многие могут сказать, нет, там это речь идет и об эстонских как таковых, то есть у них изменилось в некотором смысле их установки, и они стали рожать больше. Но сможет ли Путин заставить Россию рожать больше при помощи своих мер, это очень интересный вопрос. И это, если мы говорим, чисто демография, но и второй вопрос, конечно, чисто политический. Подожди, я хотела просто подвести к этому, резюмирует, вообще мы, он протолкнет всю эту реформу, потому что, как я понимаю, там еще нужно на референдум будет, то есть не так просто. Если я позволю, договорюсь, что с одной стороны, конечно, демографические проблемы не объективный характер носят, а с другой, все-таки надо иметь в виду, что и это очевидно, что население России сейчас испытывает некоторое недовольство по поводу действий властей, и это, в принципе, является следствием именно пенсионной реформы, которую население России восприняло крайне болезненно. И тогда, конечно, весь этот комплекс мер может рассматриваться как частичная компенсация и как купирование недовольства социальной политикой в правительство, которое, кстати, было отправлено в отставку. Резюмирует тогда одним предложением. Протолкнет? Я не вижу, почему нет. Я думаю, что, в принципе, ну, видишь, там очень интересный момент. Все же можно было сделать и без референдума, но референдум должен придать дополнительной легитимности. Что интересно. Народу зачем? Зачем? Ну, хорошо, пособие, окей, но тут же конституционная реформа. Зачем людям идти и за это голосовать? Конституционная реформа нужна для того, это оформление начала транзита власти в России. То есть Путин готовит себе преемника и создает для него те условия, которые он считает, будут для него благоприятны. Поскольку Путин все-таки достаточно популярный политик, чтобы Медуза не писала. Не надо критиковать Медуза. Нет. У них есть очень неплохие публикации. Они много пишут правильного и хорошего, но тем не менее, он все равно популярный политик, это объективно, и поэтому он сможет убедить население проголосовать за эти свои предложения. И в этом я не сомневаюсь. Слушай, ну, буквально у нас 4 минуты, но я хочу об этом поговорить. Меган Маркл и Гарри, почему они ушли из британской семьи, и как вообще Великобритания это переживет? Ну, как переживет? Стиснув зубы, был такой прекрасный английский фильм про аристократию английскую и про то, как они перемены в жизни свои встречали. Но, с другой стороны, мне кажется, довольно интересно, почему вся история британской монархии при нынешнем суверене, при Елизавете II, представляет собой постоянную борьбу с вызовами, которые беспокойные родственники доставляют. Ну, да, мы сейчас смотрим сериал по Netflix «Короны» и просто переживаем за каждого из них. И даже на старости лет бабушке Елизавете придется разбираться с этими странами родственников. Да, придется посетить, видимо, со своим престарелым несколько десятков лишних мероприятий. Но некрасиво же они поступили, ну, согласись, сыграли свадьбу дорогую, дом отремонтировали. Да, там пресса пишет, что они выплатят обратно какую-то сумму денег. Ну, черт побери, ну, вот родились вы с этой ношей, что вы должны любить народ, и народ должен любить. Елизавета, стиснув зубы, пытается сохранить конституционную монархию в Великобритании. Уже несколько раз были такие кризисы, которые, ну, казалось, что, ну, нет, все. Последний кризис, наверное, такой серьезный был, когда после смерти принцессы Дианы. Вот. Но, тем не менее, ей удается. То есть она очень умная женщина, которая явно сохранила ясность ума, и она, я думаю, справится. Другой вопрос, почему правительство и, в принципе, истеблишмент британский это поддержит, это тоже интересный вопрос, но мне кажется, что для них сохранение конституционной монархии преследует не только какие-то меркантильные цели, но ты знаешь, что на своей монархии британцы делают большие деньги. Конечно, это бизнес. Это бизнес, да. Любой, побывавший в Лондоне, помню, сколько стоят чашечки, трусики с всеми этими символиками, то есть это просто огромная индустрия. Но сохранение именно монарха главе государства, а также, который является также главой государства 16 других, 16 всего стран британского содружества и который является символом, который вдохновляет другие страны британского содружества, которые не признают, правда, ее в качестве главы государства, минимум превращает Елизавету вторую в такую как бы символическую фигуру, которая позволяет британскому истеблишменту до сих пор думать о себе в терминах империи. Ну, империя, может быть, как бы почти развалилась, но что-то осталось. По крайней мере, у нас нету как бы прямого политического контроля, но у нас есть как бы моральные, у нас есть культурные связи, у нас есть восхищение ее королевским величеством. Но вопрос, схватит ли навыков сменщикам, емникам, с учетом того, что это такой беспокойный семейств, где постоянно что-то происходит, смогут ли они решать проблемы, которые будут возникать в семействе после того, как Елизавета вторая либо отречется от престола, либо мы всем смертны. Это очень интересный вопрос, потому что как-то я не вижу таких деловых качеств у принца Гарри. Извини, у Примео. Или у, ты имел в виду сына. Да. Ясно, я поняла. Я тоже все забыла его имя. Ну, в общем, поняли, о ком мы говорим. Принца Чарльза. Принца Чарльза, это точно. Ну, и Чарльз тоже, кстати, не молоток, что-то уже, наверное, все смотрят на Уильяма и Кейт, как следующих продолжателей империи. Идеи империи. Идеи империи. Империи тоже нет. Империи уже нет. И, конечно, момент, когда был выбран для оглашения этой новости. В принципе, на следующей неделе наконец должен случиться Брекзит, 31 января, о чем мы, конечно, поговорим на нашей следующей программе отдельно. И я думаю, что королеве сейчас действительно можно пожелать только выдержки. Да. Королева... Думаю, что внука она любит по-прежнему. Королева единственная глава государства, при которой страна вступила в Европейский Союз и вышла же. А невесток не выбирает. Ну, что же, на этом мы попрощаемся сегодня с нашими с вами через неделю. Я думаю, что там будет много интересных новостей, которые мы обсудим. Это была программа «Есть тема». До свидания. До свидания.